Музыка Мы стоим здесь, почти 10 свидетелей, и собственника не пускают в свое помещение. Соткрытный милиция отошел в сторону. Я не знаю, почему это так происходит. Бизнес-центр на Савелкинском проезде в Зеленограде. Напомним, в течение нескольких лет собственники торгового центра были недовольны действиями управляющей компанией «Гринтек». Люди жаловались на нарушение норм безопасности, перебои с электричеством, необоснованные поборы. То есть аналогию можно привести, что вы к себе в квартиру пригласили уборщицу, а уборщица вам говорит, «Так, ты сюда ходи, сюда не ходи, здесь не стой, здесь дверь прикрой» и все в таком же образе. В марте этого года было принято решение создать товарищество собственников недвижимости. Предложение поддержали практически единогласно, и здание перешло в управление ТСН. С тех пор прошел месяц. Руководство ТСН начало разбираться с вопросами, которые годами не могла решить управляющая компания. Первый шаг – осмотр помещений. Мы сейчас хотим посмотреть, потому что в здании очень тревожная пожарная обстановка, проблемы с электричеством на всех этажах всегда случаются. Поэтому мы проводим осмотр для начала всех технических помещений, а потом отдельно всех собственников будем уведомлять, чтобы осматривать и офисы. Арендаторы с пониманием относятся к визитам. Все, кроме управляющей компании. Я вам в свою позицию сказал. Если вы хотите попасть в собственность помещения, предупреждать собственника, он мне дает разрешение, я вас пропустую. Пока от собственника я не хочу. Компании Гринтек являются собственниками? Являются. Здесь у меня собственности нет. Как это у вас, собственности нет? А куда она делается? Не знаю. Мы разы не будем собственности. Тогда покажите основания, на которых находятся здесь вы, на техническом этаже. Если здесь есть собственник, покажите документы. Что у вас собственником есть документ находиться здесь. Компания Гринтек в каком основании здесь находится? Дело в том, что управляющая компания Гринтек располагается на четвертом этаже, который, согласно документам, является техническим. Была разработана экспликация на все здания. В том числе четвертый этаж технический и двадцать седьмой этаж технический. И на основании этого сделана в том числе планировка четвертого этажа, где указаны, собственно, все технические помещения, которые были для этого предусмотрены. Но по факту на четвертом этаже не технические помещения, а офисы. Насколько сейчас известно, да, поэтому на этом этаже сейчас расположены офисы. Вот смотрите, сейчас варианты номер два. Мы сейчас можем уйти в долгий конфликт, но вы знаете, вы все равно сделаете то, что необходимо. Либо корректно сделать спокойно осмотры те, которые необходимы, и корректно разойтись. Пускать на территорию третьих лиц управляющая компания не хочет. Кто-то, по-видимому, боясь, что помещение могут вскрыть, вызвал полицию. Мы уведомляли компанию Гринтек, что мы хотим осмотреть помещение. Фразы, что мы хотим что-то вскрыть. Ну, надо смотреть, открыть. Ну, это разное. А что здесь незаконно? Не открыть, а смотреть. Мы пришли, спросили. Николай Михайлович свою позицию высказал, что он отказывает в осмотре. Правильно, так же мы сговорим? Да. Николай Михайлович Степанов – генеральный директор управляющей компании Гринтек. Часть их сотрудников работает на ресепшн. Это помещение компания арендует. Хочу как представитель собственника попасть в помещение. Чтобы иметь возможность входить беспрепятственно в свои же помещения, представитель собственника решил установить новую дверь. Вот, смотрите, в соответствии с этим партийским соглашениями собственник обязан оборудовать за свой счет современными средствами от несекционированного проникновения посторонних лиц. Решетки, замки, сигнализации, запоры. Собственник решил, что нам металлическую дверь поставить. С сигнализацией решетки. Хорошо, у вас дверь. Где дверь? Стоит она, в глазе стоит. Грузится. Несите. И что? Несите. Сначала демонтирую, потом привезти. Мы сначала демонтируем, потом привезти. Нет, ну давайте тогда, чтобы не вмешиваться с советскими работниками. Мы не вмешиваемся. Мы можем закрыть время. После шести пришли делать что угодно. Я даже сам с вами останусь, помогу. Демонтим дверь. Давайте. Предварительно она предупредила. Вячеслав подтвердил, что до 18 не надо. В 18 мы вас, допустим, меняйте дверь. Время 18.15. Он доверенно сможет. Наталья, собственно, не пускайте сюда весь беспредел. Она живет там уже внутри. Да, мне не интересно. Внутри вы каждый раз закрываете дверь и все. Наталья внутри говорит. Да, Наталья внутри, конечно. Идеятельность какой-то полный. Кто такие вещи делает? Народ замучили. Уже хватит. Ну, издеваться над народом. Не устраивает нас-то дверь. Пластмассовая дверь у вас стоит. А у вас там такая техника. Подожди, раз, снизу еще один. Сними. И при этом вы фиксируете. Мы ничего не ломали. Мы ничего не выбивали. Просто демонтаж идет легалым. Вечером были демонтированы и шлагбаумы, которые находились на земельном участке одного из собственников. Это видео нам прислали очевидцы. На следующий день последовало продолжение разбирательств. Представители компании «Гринтек» в сопровождении сотрудников полиции пришли, чтобы, как они выразились, забрать свои вещи из своих помещений. Прививили документы. У представителей ТСН сразу возникли вопросы. Это доверенность от Ксении Игоревна. Держите. А подтверждение, что это помещение... Собственность. Так, смотрим. Номер кадастровый. Вот такой-то номер кадастровый. Не соответствует. Почему мы за ним не соответствуем? Ну, потому что я вам сейчас пойдемте покажу все документы. И... На что? На эти помещения кому они принадлежат? Компания «Зеленый Гринт». Почему? На основе документов. Человек вас обманывает в очередной раз, а вы видите... Мы вам догадаемые имущества. Мы вам догадаемые имущества. Мы вам догадаемые имущества. А? На мою имущество. Это не ваше имущество. Это площади, принадлежащие «Зеленому Граду». Как вы думаете, все свои компании? Я не знаю. Мы охраняем на основании договора имущество «Зеленого Града». Соответственно, связывайтесь с компанией «Зеленый Град». Что, сложно связаться? Ну, вчера вроде обсудили, что она свяжется. Пускай связывается, пускай приезжает представитель, или мне дает команду, что не вопрос, открывайте. Успех в помещении. На что мы не даем? Вывозить имущества. У нас вывозят. Нет, у нас вывозят свои имущества, соответственно, с регламентом. Пишется заявка на вынос. Компания «Гринтек» сама установила эти правила. У меня собственность почему нет? Через пару дней компания «Гринтек», собрав свои вещи, оставила собственникам лишь короткое объявление и покинула здание бизнес-центра. Компания «Гринтек» решила снять с себя полномочия, развесили такого рода объявления. Признала себя несостоятельным. Ресепшн, как вы видите, пустует. Услуги никакие клиентам, ни собственникам, никому в бизнес-центре не оказываются. Турникеты на сегодняшний день опущены. То есть бизнес-центр свободный доступ, никем не контролируется. Компания «Гринтек» собрала свои вещи, просто встали и вышли. Оставили собственников и арендаторов на произвол судьбы. Здание бизнес-центра компания «Гринтек» покинула, но собственники начали получать вот такие письма. В письмах бывшая управляющая компания обвиняет ТСН в провокациях и в распространении недостоверной информации о несостоятельности «Гринтек». По-видимому, в компании «Гринтек» забыли, что сами вывесили подобное объявление. А письма рассылают людям, которые отказались от их услуг.